По благословению святейшего патриарха Кирилла в городах и весях проходят торжества, посвященные тысячелетию представлений князя Владимира, крестителя Руси. Юбилейные мероприятия охватывают не только Россию, но и проходят в других государствах, везде, где живут русские люди и есть православные приходы во всех епархиях. Об одном из таких торжеств рассказывают корреспонденты Метрополитчего округа Русской Церкви Республики Казахстан. В городе Жизказган Карагандинской области Республики Казахстан состоялось празднование тысячелетия представления равноапостольного великого князя Владимира. Накануне торжества самолетом из Алма-Аты в Свято-Андреевский храм Медной столицы Казахстана был доставлен ковчег с мощами святого крестителя Руси. Несмотря на поздний час, встретить святыню пришли сотни прихожан. Утром следующего дня митрополит Астанайский Казахстанский Александр возглавил божественную литургию в храме во имя апостола Андрея Прервозванного. Храм был полон верующих, пришедших молитвенно почтить память крестителя Руси и поклониться его святым мощам. Сегодня пришло очень много народу отдать дань этому равноапостольному князю, который всей своей жизнью и всем своим старанием и умением основывал основы христианства на Руси. Какое-то, знаете, спокойствие на душе. И вот я побывала в церкви, я получила какое-то удовольствие для своей души, для внутренности. И ухожу вот, как вам сказать, с большой такой, а то у меня какая-то тревога была, а здесь облегчение настало. Вы знаете, настроение хорошее и облегчение для души. Я призываю всех дисказганцев, всех христиан почаще посещать наш храм. По окончании божественной литургии состоялось славление Успению Пресвятой Богородицы и Святому Князю Владимиру перед праздничной иконой и ковчегом с мощами равноапостольного крестителя Руси. В дар храму митрополит Александр преподнес Феодоровскую икону Божией Матери.